В Батилимане запрещен вход на пляж Таврида, а в Ласпе продолжаются строительные работы. Такую информацию депутаты Законодательного собрания Севастополя получили от жителей города. На заседании постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам в среду рассмотрели заявление гражданина, который сообщил депутатам о предполагаемых нарушениях законодательства. Председатель комиссии зачитал это заявление. Перед муниципальным пляжем Таврида, перед лестницей ведущей на этот пляж, установляет табличка, на которой написано, что проход на пляж запрещен, так как данная территория является собственностью Министерства обороны Российской Федерации. Однако никто не отменял норму Водного кодекса России, которая гарантирует свободный доступ к природным водоемам всем гражданам без исключения, так как они являются объектами общего пользования. На заседание комитета пригласили автора письма. Севастополец Иван Харабров заявил о вопиющей ситуации, повлиять на которую власти не в силах. Меня лично не устраивает то, что ничего не изменилось. Как шел захват земель, незаконное строительство, так и продолжается. Я хочу спросить каждого, что мы детям оставим. Так и растащат. Это последние участки ЮБК, которые у нас еще свободные, чистые, незагаженные, нераскраденные. Все больше нет. Мы знаем, что и Сергей Иванов обращал внимание на проблему уничтожения зеленых насаждений в ЛАСПе. Тем не менее вопрос опять же не решается. Ну, видимо, губернатор считает себя выше всех. Выше закона, выше совести, выше человечности, я не знаю. Больше мне сказать нет. Депутат Вячеслав Горелов предположил, что проблемы со свободным доступом к морю могут быть следствием решения экс-губернатора Сергея Миняйла, в соответствии с которым значительная часть земель города оптом была передана в ведение Министерства обороны. Пляж Таврида, на котором теперь появилась табличка Министерства обороны. Необходимо разбираться и хотелось бы это сделать максимально быстро, потому что впереди летний сезон очень важно, чтобы севастопольцы имели возможность доступа на прекрасный галечный пляж. Представители правительства проигнорировали заседание. На встречу не прислали участников ни Севгосстройнадзор, ни Севприроднадзор, ни Департамент земельных и имущественных отношений, поэтому на вопросы ответить было просто некому. В следующую среду члены комитета по градостроительству и земельным вопросам проведут выездное заседание и осмотрят места, указанные в заявлении гражданина.